Самая грубая ошибка людей, желающих похудеть. Почему же процентов 90 диет заканчивается неудачами? А перед тем, как я расскажу данную ошибку, переходи в мой телеграм-канал. Там я рассказываю, как привести себя в идеальную форму, без чудо-методов и напитков. Ошибка людей банальна и проста. Они все торопятся. Они хотят результат здесь и сейчас, в течение недели, месяца или пару месяцев. Но если быть реалистичным, на это могут уйти года, чтобы привести себя в хорошую форму. Ну, допустим, человек набирал свой жир там около года перееданием, и тут он хочет за неделю или месяц привести себя в форму. Но, к сожалению, такой магии не бывает. Но давайте просто подсчитаем. Примерно в одном килограмме жира, где-то 8000 калорий. То есть, чтобы потратить 1 килограмм жира, нам нужно потратить 8000 калорий. Допустим, мы сделали дефицит около 450 килокалорий в день. Соответственно, за месяц это около 13500. И не тяжело подсчитать. Это около полутора килограмм жира за месяц. Но не все так просто. Если вы будете делать большой дефицит калорий, вы будете в первую очередь терять не жир, а мышцы, гликоген, воду. В общем, вес. А только потом будете тратить жир. Для грамотного снижения именно жировой прослойки вы должны терять неделю около полутора процентов от массы тела в неделю. То есть, если вы весите примерно, ну, килограмм 80, вы за неделю должны терять около одного килограмма жира. Но кажется медленно. Поэтому люди хотят быстрого результата, но вы будете терять не жир, а мышцы в первую очередь. Люди просто банально торопятся, ставят себе какие-то ограничения, жесточайшие диеты. А что по итогу? Потом происходит срыв, забрасывание, скорее всего, этой диеты. И может быть еще набор большего веса, чем вы начинали. А для грамотного снижения веса не надо никаких гиперограничений и супердиет. Поэтому не надо никуда торопиться и форсировать. А если вам нужна помощь в подсчете калорийности и БЖУ для грамотного снижения веса именно за счет жира, пишите мне в телеграм-канал, и я вам с удовольствием в этом помогу. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!